Субтитры делал DimaTorzok 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 фактически тоже гидроразделитель за это у нас нет фитрой гигантских каких-то мощных насосных станций здесь не заложено в каждой насосной станции обрабатывает свой отрезок вот работает отдельный проект вообще ниже мы уже об этом было без станции гидравлики начинает последнего прибора там 93 этажа когда вы считаете гидравлику приходите к мощности насоса но зато мы у вас это замечательно смотри вот каждому потому что оставить так как был не делать это просто я уже услышала про предложение делить сделали два вес вес темы мы же не можем брать нельзя не хотим брать на себя без совета с вами эксплуатации брать вообще на себя прописано че-то лично что-то утверждать поэтому сделали две схемы они есть даже здесь здесь проще насморка мы задумываемся какой же будет все-таки на вершину нам нужно то ли что там будет из-за этого не привыкли как было стеклянной крыши такая старая гонка идем афоте же там статика там маленькой мы уходим от этих фантов я напугал арматуру туда сделали я заходите на башню мать и здесь на желе не пашню в этом час можно суски арматура и насоса не должны трубы то значит когда основная сложность это балансировка вот именно вот по этим гребенка в полу не будет никакой а дальше пошли фасадные конвекторы потому что все равно здесь автоматически регулировать насос мущества основной контур у вас вот этот вот у вас основной контуратор в этих контурах это наши скажем рабочие уже то есть это мы это учлили мы поэтому задумывались ли стоит или нет потом вспомнили что в проектах все равно пока нет что мы можем подобрать приборы да да если мы обстоим одно мы обстоим одно только для петровна ремарка была надо было пояснить позицию перед этим почему мы ушли от этой схемы которую предлагался Александр Николаевич он сделал схему это как вам сказать это примитивная схема на квартал в общем перевернувшиеся в дома чем отличие одной схемы от другой схемы здесь тепловой пункт в этом тепловой пункт стоит одно ответвление то что у вас сейчас уже сделали с пятого этажа до 30 лет пробросили две трубы стоит один насос на гребенке вот где-то схема которая вообще более так и понятна нет всякой схемы а как разговор сейчас по колобковской схеме ответвления понял значит схема колобкова такая уже не блок схема не принципиальная а функциональная но ее надо получить взяли взяли все у нас все у нас вот в чем что у нас в принципе понимаете вот здесь лучше это ну все равно вот они то есть вот вот сейчас эксплуатация не в курсе вы тогда а может быть вы и в курсе что тогда обсуждалось из-за чего вышел весь церковь значит что предлагает колобков колобков предлагает на гребенке поставить один насос поставить подающий стояк и обратный стояк то есть две трубы и поставить на каждом ответвлении здесь просто немножко торительная схема вот у нас с вами есть насос вот у нас идет стояк на каждый этаж с выходом на каждый этаж на каждом этаже у нас стоит балансировочный клапан то что сейчас начали переделывать помните мы с вами ходили смотрели все и вот эта ветка она уже обслуживает на этаже вот она пришла дальше дальше один коллектор да дальше один коллектор на этаже на три ну короче гребенку по-другому сказать на каждый гребенке стоит балансировка все вот из одного коллектора да вот что у нас с вами получается но в этой ситуации что мы имеем у нас начинает работать на фасад каждая вот эта веточка вот там три ветки здесь у нас это все убирается на 100-м частотный преобразователь здесь у нас работает регулятор перепада давления насос здесь у нас один большой который рассчитан на все что тоже плохо потому что он будет работать не так корректно и вы знаете что частотный регулятор да частотный регулятор никогда не может изменять производительность насоса в пределах свободных всего рабочего диапазона он берет только какую-то часть снимает если допустим при переходном периоде надо понизить температуру этот насос мы не можем он или остановится или будет работать начиная от 40 процентов то есть вот эта нагрузка вот эта нагрузка не этаж она все эти этажи она составляет 1 гигакалория вообще-то нагрузка на каждую ветку составляет по 300 правильно извините 1000 кВт на одном насосе 1000 кВт на каждой ветке по 300 кВт в этой ситуации то есть здесь у нас если насосные группы распределены в таких как сделано в Грузии как это предлагается у нас мелкие насосные обороты я с Grandma с работой этот насос работает на каждый на свой фасад каждая группа один фасад прикрылся насос с частотными orable преобразователями Já приобрал и не маленькие связи с с нами конечно это быстро Дальше. Вся балансировка у нас с вами раскидана по этажам, а здесь у нас все в тепловом блоке. Два. Третий. Он предлагает перенести теплообедник с насосной группой тоже на этот же этаж. Здесь у нас получается очень большая статика, нам надо заказывать более серьезное оборудование, более мощное. И насосы другие под заказ идут. Дорогостоящие, более дорогостоящие оборудования, потому что другая статика. Дорогостоящие. Затем это все, что у нас идет еще дальше. И плюс коррекция работы этого насоса. Плюс место для установки насоса. В эксплуатации она более правильная, она может быть немножко накрученная. Потому что сначала кажется страшно, что вы смесь насос. В чем нас тошность? В чем на пугалку. Вот абсолютно верно. Я и говорю, что эксплуатация, она должна понять, что эта схема для эксплуатации будет более гибкая. Простительно. Давайте мы дальше поговорим. Давайте с этим этажом. А уже здесь все. Значит, мы сюда пришли. Значит, два теплообменника, промежуточные, это значит, на с вами работает с 48 по 60. Это вверх на пол? Это место на планиру. Примежуточный теплообменник идет выше качает, да? Это вторая повысительная станция, да? Это вторая станция, она у нас с вами идет, это с 48 этажа, да, у нас с вами получается 61 этаж, да? И 87. А 61 этажа одного не хватит для этого? И вот эта станция обязательно нужна, как бы, сделать? Да. Ну, для того, чтобы слишком большое давление. 61-й работает вверх, а вот с 87-го работает вниз, они делят пополам вот это вот расстояние между 27-м и... Короче, здесь получается, здесь видим по 20 этажей, по 10 этажей, да? Подожди, подожди, я понимаю, что вы хотите, подожди, сейчас, позвольте, смотрите, все вы хорошо нарисовали, все, вот меня вот что интересует, вот смотрите, нельзя ли было проще, вот верхней вот этой гребенке отказаться, то есть я не вижу, вот смотрите, что у вас получается. Вот у вас здесь вот идет вот эта промежуточная теплогминка, вы здесь стоите теплогминка уже разделения для этой зоны, нельзя ли было сделать вот это ИТП, сделать, допустим, не до 76-го этажа, как вы сделали, к примеру, чуть побольше, а второе ИТП уже не с 77-го, а вот с 93-го этажа, чуть поменьше, то есть уйти вот от этого ИТП. Так, нельзя было сделать вот эту зону? Мы сейчас как раз перед этим... То есть вот это, вот это ИТП, понимаете, получается, ну, вот так вот на скидку, оно лишнее, то есть, грубо говоря, вот эту зону, вот эту зону, разбить не на 3 ИТП, как вы сделали, а разбить на 2 ИТП. Да, сейчас поясним, только что мы с Рыгой Петровной так обсуждали функциональное назначение помещений, которые обслуживаются вот этим ИТП, отлично. Пардон. Вы имеете в виду тепловыделения и все, и все, как быть. Вот это гробминка, здесь нет тепловыделения. Это навершие. Если вы видите, то у вас получается открытая насосная станция развязчивая тепловинника, вода идет именно на навершие, уже без тепловинника. Нет, с кем? Это значит, группа насоса. Группа насоса. Уважаемый, давайте вот это достанем. Вот, если здесь понять, вот это вы говорите. Вот это и вот это обслуживает вот это. А вот это обслуживает вот это. Вот этот пустик. Причем это просто отдельная гребенка со своей насосной группой, которая работает на навершие. Поэтому здесь одного назначения, когда работает на половину, это работает на половину, а здесь непонятно, что так. Поэтому завязывать не хотелось бы. Или не нужно? Так, а вот это вот, ну, 93-й, здесь не будет так, как вот у нас на навершии там несколько километров. Ну, пока не было обязательно. Ну, пока есть закат. Ну, пока есть закат. Ну, я бы не знаю, но для ребенка здесь своя. А здесь бутынь, апартаменты. Да, я согласен, это Игорь, не совсем. Мы тут вот ездили на 4-й этаж, некая площадка, которая размещение, она очень небольшая, для размещения оборудования какого-то. Поэтому вот эта зона... Так, у нас насосы с частотным регулированием, да? Абсолютно. Все насосы, да? Все насосы, да? Все насосы, причем... То есть, вилловские насосы с частотным регулированием? Да, 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 с виллой переговаривали, все у них. Мы пригласили вилла на переговоры. Мы вообще проводили обсуждение с несколькими компаниями. Во-первых, мы поговорили с виллом. По ценовую политику, что вы не двигаете? Вилла однозначно сказали, что то, что касается этой схемы, она более дешевая, чем даже поставить по одному насосу. Ну, большому. Все эти насосы большие, они идут под заказ, особенно то, что идут под большую статью. Я понимаю, да, мы говорили. Это другого. Мы разговаривали с великанцем, мы с нашими коллегами, которые нам тоже сказали. Мы разговаривали с турандерством, который занимается балансировкой. И как бы он сам был заинтересован в балансировке поэтажной, но который то же самое, да? Да, насосы более эффективно получаются, потому что, говорю, есть минимальный порог. Наши системы в большей степени работают на 50% либо меньше по мощности. Учитывая фасадное остекление, массивное, фактически это все стекло, солнечная активность в переходные моменты позволит сделать так, что система практически будет выключена отопление, хотя другие фасады будут работать. Поэтому невозможно запитать всю систему отопления от одного насоса. Абсолютно верно. И сбалансировать, да. Убедили, убедили. Не, ну тут у нас какой-то консенсус вошелся сразу, потому что действительно победительный. Да ладно, подождите. Мы сейчас убеждать не будем, понимаете? Мы все очень просто экономическая составляющая, извините, перебил. Одного насоса, один насос всегда дороже, чем три. Абсолютно верно. Большой, один большой насос. Служба заказчика. Это самое главное. Значит, на принципе, что нас сейчас держит? Нам нужно разрабатывать номер один тепловые пункты. Поэтому, если Ольга Петровна в лице службы заказчика согласует нам схему этого решения, то мы, как бы, передадим это официально вам, со штампом, все как положено, то есть понедельник. Вот. Вы нам согласнуете эту схему, и мы начинаем выпускать тепловые пункты под эти тепловые нагрузки, которые идут. Холдер Александрович, вы не выходите по тому же принципу? Ну, практически. Вы не говорите по тому же принципу? Только давайте договоримся. То есть у нас есть места, которые за тепловыми никами, и они у нас сейчас передают эту схему пока. Ну, то есть их вынуждено обвести лобочком и сказать решение еще нет. Распределение воды не отработает. А если мы говорим о схеме, за расположение в обновлении, как и насосный грудь, это я бы согласна. Ольга Петровна, вы имеете в виду с 61 по 87, то, что мы с вами говорили, и навешивая тоже именно с распределением воды. Про это ничего другое. То есть все, что я знаю. И решили оптимизировать, вот, здесь проще, на вот этих апарт-отелях, может быть, по функциональному назначению самих помещений, может быть, имеет смысл не разбивать это дело именно в плане, так сказать, снабжения тремя стояками, отоплений, тремя фанкойлами. А может быть, по опыту уже башни Б, сделать один стояк и разбивать уже разбивку фанкойл и отопление, делать по, как сказать, по квартирной или, так сказать, по сегментной, которые там будут, через распределительные шкафчики. Ну, то есть, так как это будут больше, так сказать, квартиры, нежели... Да, да. Поэтому предложение, так как это с постоянным пребыванием людей, сделать кольцевую разводку на каждом этаже, подняться стояком. Да, да. Одними или тремя мы подумаем, стояками, но закольцевать и разводку уже и на фанкойлы, и на отопление делать в конкретном, в каждом помещении, даже не на этаже, а в помещении. Просто тогда вопрос идет о том, что здесь будет, если это будет, тогда у нас получается, что если один насос будет, да, или что... Вопрос какой? Не стали договариваться, почему она говорит, обведем, да, и подумаем, или три стояка, но все равно будут закольцованы. Ну, не важно. Ну, хорошо, тогда... Или сейчас идет вот... А фанкойлы точно предложение отсюда... И посадить вот на вот это вот... И посадить сюда, то есть их нагрузку фанкойлов, ну, как бы, так сказать, учесть в гидравлике, здесь в гидравлике, да, тепло можно не учитывать, так как они доводчики, а в гидравлике еще и сюда. Приводить к каждому помещению... Финкулы свой насос должен быть. Все. Это от нас, значит. Это... Это нельзя сажать. Сопротивление гидравлического... Не просчитаем, когда они будут и когда их не будет. Просчитайте. Не, 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 я к чему. Смотрите, заселяться будет не сразу, ставиться будут не все, и поэтому сразу не просчитаем, получится. Или мы должны посчитать, что они все есть, или их нет. Ну, у них же своя обвязка фанкойлов. Оно одно. Финкулы, оно другое. Потери в финкулы намного выше, чем системе отопления. И Николаевна, то же самое практически говорим. То есть их надо считать, или они есть, или надо считать, что их нет. Если мы оставляем ответвление на финкулы, то их надо сажать на самостоятельные насосы. Другого будет здесь не. Ольга Петровна, это вот... Ольга Петровна, это вот... Дорогого, другого здесь быть не может. Стояков это вопрос. Значит, давайте я то облачко нарисую, да? Ольга Петровна, согласна? Вот это вот обсуждаем. Ну, все на своих насосах. И там, и там. Вот. Значит... Потому что на систему отопления вот это нельзя сажать. Это категорически. А что, ну, тогда я не буду писать насосы, или что, вообще концепцию обсуждаем отдельно? Ну, о чем мы сейчас с этим... Что еще сейчас? Ну, давайте сейчас ее обсуждаем. Ну, кстати, это не только так. Тогда я его так еще навесу. Ну, в чем здесь? Ну, сейчас выйдем обсуждать. То, что дайте, давайте. Вообще надо считать, честно говоря, немножко еще понятие, какой нагрузки мы говорим. А любой. Просто потери на фенколов всегда больше, чем на систему отопления. Мы 5 метров теряем на клапане плюс сопротивление фенколов. Тогда задам вопрос. По башне Б эксплуатация в полном объеме идет вот по такой концепции? Есть какой-то, короче, опыт на работу, на который мы должны учиться? Фанкоилы сидят на системе отопления. Вот. Везде, и в зоне пациентов тоже. Да? Да. На одном стояке, да? Да. И работает, как бы, так сказать, удовлетворительно, этот вопрос. Ну, дело в том, что, скажем так, не шибко ими и пользуются зимой на теплоснабжении. Фанкоилами или... Фанкоилами. То есть, по большим... Конвекторов достаточно, да, так получается, что... Ну, у нас зима-то редкие, сремальные. Мы уже это смотрели. Когда нам сказали, вы зимой-нет, летом вы не можете пользоваться. Вот и получается, да, что фанкоил нужен зимой или осенью. Ну, давайте там... Переходный период, абсолютно правильно. В смысле? Ну, мы говорили, что это только сейчас временная ситуация. А вообще, правильно, Петровна, а вообще должно быть так, чтобы круглогодичное было снабжение? Правда, это или нет? Да, мне просто до сих пор этот момент непонятен, в связи с чем он. Потому что у нас должно быть когда-нибудь 3-3 источника тепла от трех разных пунктов. Нет, источники тепла. Спасите. Это другая цена. На каком основании, Олег, скажите, пожалуйста? Это про разговор есть или нет переходный период? Мы отключаем на летний период, конечно. На летний период, нам опломбируют. Опломбируют на каком вообще основании? Ну, потому что нет потребителя, чтобы вы обратку не перегревали или что? Нет, это не... У нас круглогодичное теплоснабжение. Теплоснабжение круглогодичное. Но выделяется нагрузка на использование тепла в летнем режиме. Эта нагрузка бывает на систему вентиляции, она согласовывается в районе. Нагрузка на систему ГВС, она согласовывается в районе. Если вы хотите использовать экологрузку на фенкоиде в летнем режиме, значит, ее нужно выделить и использовать в районе. Тогда отпуск тепла будет, и задвижка, которая работает на отоплении, она не пломбируется. Не на отоплении, а на фенкоиде. Но в этой ситуации у нас не получается. У вас общая система, понимаешь? А на общей системе тогда надо делать отдельную ветку в ЦТП, ставить свой теплообменник на фенкоиде на летний период, и идти туда. Это классифика. Это нереально. Если башня Б уже собрана, переделать уже невозможно. Здесь нет смысла. Я не понимаю саму установку. Здание такого класса требует круглогодичного снабжения. Где написано, что мне нужно перекрыть именно отопление? Это условия? Просто в договоре, что ли, у нас такое с теплоспорожающей организацией? Это условия города. Это везде. У меня это не прописано в тех условиях. Можно идти на отдельные линии. А не сидеть на системе отопления. Одинные условия тысячи раз все читали. Нет никаких ограничений. Нет, я думаю, что это... Это, наверное, разбой. Нет, это не разбой. Не отключаются детские сады, и кто там, опять-таки, выделяется от нагрузок. Ну, коммерческое здание, мы шла этим за тепло по счетчику. Нужны те проблемы, какие мы будем использовать. Нет, ну, в коммерческое здание, откуда тепло приходит. Ну, в общем, если концептуально это не предусматривалось, наверное, может быть, и почему еще. Нас же вентиляцию специально вынесли. Вентиляцию вынесли, с ГВС объединили на неотключаемые источники. А если вот у нас от коллектора, от СВО коллектора идет, как тем отопление, стояки, от СВО коллектора идет теплооснабжение в Уфстер. Вот когда они придут, эти бандиты, они опять все переселывают? Или они... Мы скажем, ну, ладно, закройте нам отопление, отключите, а колокола не трогайте. Они в таком случае, они должны ходить по этажам и пломбировать все отводы на отопление по этажам. Они это делать не будут. Нет, у нас же отдельно стоят... У вас точно, я не буду... Если в доме еще реально в любом, то здесь это не... Нет, ну, послушайте, вы же питаетесь от ТЭЦ, правильно же? Ну, от ТЭЦ идет из города. Это же не своя же от ТЭЦ, которая выключается. Нет, ну, об этом... Ну, не, непонятно. Я думала, что вы сами бы производили... ...производительное теплооснабжение. Не заделает вообще, что их вас пускают. Это, во-первых, а потом... Понимаешь, что все делается? На фенколы идет нагрузка, да? Ну, что? Разночь от всего. Промбирод не засну. Нет, ну, посадите на горячую воду. Да, на вентиляцию. Нет, вы что? Вы что сейчас? Это другая схема. Что советуете? Нет, я говорю, что... Какую горячую воду? Я не толкаю теперь застройщика на вложение отдельных средств на какие-то новые теплообменники, и насосную группу, и именно за того, чтобы пользоваться теплом для фэнкоилов на переходный период. Нет, это неправильно. Ну, в общем, я так думаю, что это даже обсуждать, наверное, не стоит, да? Тогда нам надо, что еще не надо, не будем вообще. Ну, как не будем? Ну, как какую... Зачем мы тогда все это ворочим? Застройщику еще лишние деньги, помимо этого, это уже, наверное, вообще никуда. Теперь тратить деньги в систему теплоснабжения в мюнкоилов. Именно, чтобы оно все-то пришло и потом выручило. Нет, Оля Пижевна, это просто комфортность, мы же обсуждали. Да, есть две разные темы. Значит, в этой ситуации, если, например, что они работают летом, у нас в мюнкоиле работают, 10% там будет общей нагрузки СТП, правильно? У нас там насосные группы большие, теплообменники рассчитаны на 100% в системе отопления. Дети утешены, нагрузка еще меньше, она скобильная. Значит, регулирование самого себя теплового контура, который идет на отопление фэнкоилов из системы отопления в летнем режиме, она просто будет некорректной. Регулировки наладить будет практически невозможно. Насосы встанут, вы хотите сказать, правильно? Насосы встанут. Здесь нужно быть тогда отдельный контур. Вот в чем все дело. Что нам дает фэнкоилы в этой ситуации? Если наверший, еще какие-то этажи, это создает в зимнем режиме более высокую комфортность. Потому что если человек хочет не 21 градуса, а 26 или 28, это называется индивидуальное регулирование, но в зимний период он может себя подогреть. Как вот слово доводчик, так оно идет. То есть не резервное отопление, а доводчик, а конкретному кулечу. Мы идем от летнего периода, мы разобрались с этим. Но каждый человек может себя повысить параметры, возможность комфортности, когда работает с этим. Ну, насчет переходного, Римак? Не в переходный, а в летний. Насчет летний холодный период, так как у вас вентиляция сидит все-таки на неуключаемом, неиссякаемом источнике, тогда делается так, воздух чуть перегревается, а уже доводится фэнкоилами по охлаждению по месту. Чуть дается больше, а доводят все, кто хочет похолодненько, фэнкоилами добиваются. Нужно иметь возможность с вторым подогревом решать эту проблему в переходный в летний период воздуха. Вот и все. И сейчас, когда мы все это дело рассчитать по нагрузкам, когда какую нагрузку на летний режим, мы заказываем, чтобы второй подогрев на основную возможность перегрева от одного градуса. Я, честно говоря, по секрету, думаю, что там эту же учтену. Ну, еще какой вопрос. У нас при точной установке с рекуперацией тепла, вам не забывать. Поэтому в переходные летние периоды у нас будет еще совершенно дешевое дармовое тепло, которое будет экономить изрядно. Перегрев вот этот понадобится совсем чуть-чуть. Ну, он не самый эффективный, но, однако, так сказать, все равно 30% из него можно попытаться уйти на при помощи автоматики. Я сейчас говорю про второй контур тихологии, который работает только летом. Ну, так рассчитывается такая установка. А гликоли, конечно, он... Гликоли у нас круглогодичный, он ваш. Но он помогает... Но второй не работает. Все равно он помогает не первому, он помогает нагревать воздух, так сказать, за счет выхлопного, удаляя его воздух. Да, мы начинаем доводить воздух до нормальных параметров в влажности. Вот там мы его сначала переувлажняем и, соответственно, переохлаждаем. Потом мы... Потом мы... Что-то вы куда-то только пошли прямо... Все, все, концепцию справились. Увлажняем, а потом нагреваем колорифером здорового подогрева. Это масло, да, которое... У нас зона... Зона не подсушена. А потом загреваем, да, сушена. Так что будем расчетить второй подогрев, просто немножко выше лета, да, чтобы можно было хватать конкурсный параметр. А его не хватит. Почему? Ну, у нас же не воздушное отопление. Так мы же про лета говорим, нет, у нас теплопотекция. Когда на улице, на улице тепло, а у нас говорится расчетность меж 20 лет. Ну, в принципе, можно. Такая-то, знаете, сколько режимов, да, есть? Да, не, про практика подсказывает, если есть хорошая система управления, которая может потом не доводить установкой или снятием каких-то элементов, а просто с компьютера, так сказать, управляющего персонала, любой элемент поправить, это очень гибко можно наладить потом по ходу. Ну, отбалансировав гидравлик уже механически, ну, у нас, например, я так понимаю, нет, нет проблем, у нас, нет, нет, служба эксплуатации, думаю, порадуется, потому что концепция, которую закладываем автоматизацию, она как раз не удорожая, так сказать, просто автоматизацию, которую я сначала увидел. Хорошо? А потом, я верю, я верю словам, конечно, но вот я хочу сначала увидеть, а потом подключить. Ну, это мы, конечно, к тому, что у нас есть такая мысль на апартаментах идти, а вообще это не было. Хорошо. Потому что мы здесь, здесь, там, здесь, кому-то отлично. Все, от чего можно уйти, мы за, но если это от чего, как сказала Ирина Петровна, их потом включить, Ирина Николаевна, но включить в другое место, тогда это, наверное, будет неправильно. Ну, в отопление, как бы было предложение, а вдруг кому-то понадобится, тогда в отоплении. Возможно, из подключения, кто не будет покупать, отключим газ. Давайте уйти, от чего? Смысл, у нас с инфойл, летний, в день, в день, в день, в день, в день, в день, в день. Когда от чего-то уходишь, всегда меньше считать. Не надо, но перестаньте, у нас электринерги тоже не надо, не надо, не в это самое. И места, сколько это зайдет. Мы вроде как позволяем, да, желающим по этой концепции, желающим воспользоваться фанкойлами, когда, когда это не будет, зимой, вроде позволяем. А если мы начинаем, а у вас это по опыту или как, или вы просто теоретически рассчитываете, что, наверное, в сентябре пойдут, но не пошли же? У меня было здание на Оргене, я там просто поставил электрохождение, дорого. И нельзя, хорошо, что никто не знал. Топить электричество у нас запрещено строжайшее, электрическая мощность согласуется один из нагревцев. Это вы делали подпольное. У меня там много чего, у меня там чиллер был водяного охлаждения, у меня питьевая вода сливала. Это ужасно, многие еще, правда, даже артизианскую пропускают. Дмитрий Алексеевич, значит, ставим срок, подождите, значит, мы ставим срок, что в понедельник вы исправили схему официально. Сегодня пятница, конец дня, Ирина Николаевна. Внедельник, во вторник утра. Вы жесткая женщина, я знаю, но пределы должны быть. У нас просто потом праздниками будут? У нас нет. Поэтому, чтобы вы работали, мы хотим на следующей неделе... Объяснимо, объяснимо, я понял, это довод. У нас там просто проводят с замечаниями, которые Ольги Петровны оформили. За штамп, все у вас от всех высыпается. Принимается, мы уже приняли, вы нашли достаточно убедительные слова. Мы принимаем, будет у вас в понедельник вечером схема. А штамп мы, кстати, кстати, вот. Штамп у нас есть, да, штамп, обычный, с вашими подписями, самый отличный. Вот такой, сейчас, мы сейчас дадим штаб, потому что мы уже что-то сами изобразили. Сейчас дадим штамп, который должен быть. Вот у нас тут есть штамп. А какой вопрос? А по-настоящему, я хотел сказать, что у нас сколько? Я сейчас посмотрела, внизу написано по понятиям. В смысле, сколько надо. А вот, естественно, все это расчетами не подкреплено. Ну, мы это понимаем. А я так выспрошу, есть понятия? Есть понятия, 8600, как положено. По понятиям. Есть по потребностям, по понятиям. Какие слова написали? Не знаю. Да нет, это только Петровна такое слово нашла по понятиям. Обычно по потребностям бывает, а по понятиям. По потребностям, по понятиям, это да. Мы прочитали, проверили все и пришли к единому мнению. Какие нагрузки начали исполнить. Ну, все уже. Да, при чудом конкретно, не на временности. Отопление, наверное, отопление. Нет, нагрузки есть. Нагрузки есть. Есть, Олег. Нет, нет, не прочитали нагрузку, мы перекрепили все правильные. То есть, у нас по нагрузкам сейчас ситуация понятна, да, на теплее? На отопление, да. На отопление, да. На отопление. У нас зависло. Как эти нагрузки бьются с нашей мощностью теплообменника, с СТТ? Уважаемые, пока сверху вниз, ничего, поэтому. До майских праздников не вшел. А это вот это, вот это, вот это, все в общей корею. Ну, это чуть-чуть больше, чем у меня. Это только одна ветка, еще есть ветка на теплооснабжение вентиляции. Что, где это подойдет? Восемь тысяч там у нас в СТП написано. В самом деле, мы же говорили, у нас все теплообменники и запасы. Подожди. Нет, ну, чудес не бывает. Должен быть расчет, который подтвердит данную цифру. Сначала арифметикой сложатся теплопотери в сексу, вот, соответственно, а потом мы применим коэффициент понижающим, получим какую-то цифру, с которой спорить уже будет. Ну, нужно, нужно. Это будет правда. Это будет правда. Мы не принимаем вообще. На отопление понижающих. Нет, мы просто... Мы не можем заставить... Нет, я почему сейчас говорю. Я так вот проведу ту же мысль, которую я хочу проводить, которую Олег проводил, которую мы проводим. И эту зиму мы переживем. Я отнестую. На наш смысловчик. Так, как я думаю, ну, на зиме, наверное... Вот как... Дай Бог, 33-й, 47-й этаж, сейчас... Смите, Игорь Анатольевич, сколько бы вы ни говорили, на улице вот сколько будет минуса, сколько Бог даст, столько и будет. А цифра, которая вот здесь будет, будет подкреплена расчетами теплопотери, которые будут проверены. И поэтому, что бы вы ни говорили, вот что получится, мы так и решили. Мы в этом проекте собираем все реальные графики. За всеми допущениями, мы можем допустить, а потом мы поймем, нужна новая реконструкция ЦТП или не нужна. Я говорю, на том, что башню преждевременно мы понимаем, что все это делаем для этого. Вот поэтому ответ, фасадное регулирование, наверное, лучше не убирать, правильно? А получается, что в какой-то момент некий фасад вообще можно отключать? Вот, смотрите, здесь у нас, как-то тоже подразумевалось, фасадное регулирование. При этом датчик, который смотрит за температуру, он один за потолочным пространством. И нафига он должен. Да, спрашивают. А это не мы делали. Нет, ну это вот... Юрий Алексеевич, мы закончили, потому что... Сейчас, вот, заслужив эксплуатации... Вы оставайтесь, а мы уйдем. Хорошо, что... А мы должны еще с вами штамп согласовать. Штамп, а вы приходите, что приходите. Лен, согласитесь. А у вас, это будет вопрос, что это будет эксплуатация. Я к вам пощупо пригласить, что они плавали. Проблема. Михайлович, у них эксплуатация уже на обошлубле есть проблема. По идее, хорошо бы было бы использовать фасадное регулирование. Но дача и дача, 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 и дача. А мы не специально будем все в текущих пошаговый. Ну, понимаете, а... Что это, Сергей Петрович, я бы не могу, что это написать. Собственник. Либо мы должны заранее предусмотреть место его установки, и согласовать его. Чтобы мы в тех условиях уже не сажали, что вот это вот должно стоять здесь, и никуда это не трогать, и не закрывать. Либо мы не имеем, опять же, никаких причегов. Он собственник, он что хочет, то и делает. Продолжение следует...